Приветствую, друзья! За минувшие дни произошло поистине много жарких и резонансных новостей, поэтому усаживайтесь поудобнее, будет весьма интересно. А начнём мы с очередных громких посадок. Генерал Попов, подозреваемый в крупных хищениях средств парка, Патриот, стал третьим заместителем ксминистра Сергея Шойгу, который оказался за решёткой. Украденных тимуровцами миллионов хватило бы на полное оснащение ещё одного военного ведомства. В четверг вечером 235-й гарнизонный военный суд отправил Попова в СИЗО. Для тех, кто не в курсе, важно не путать генералов Поповых. Иван Попов был тем, кто достойно защищал позиции наших сил на Запорожье и, по мнению общественности, был ложно обвинён в коррупции. Дело же Павла Попова, о котором идёт речь, началось совсем недавно и крутится оно вокруг уже успевшего прославиться дурной славой парка Патриот. Этот простой и добрый человек, который с радостью организовывал новогодние праздники для детей в рамках ежегодной акции «Ёлка желаний», был задержан в своём роскошном особняке, расположенном в закрытом и, конечно же, престижном коттеджном посёлке в Красногорском районе. Дом стоимостью более 100 миллионов рублей был построен рабочими из фирм-подрядчиков парка «Патриот» и, по версии следствия, из прикарманенных средств. По утверждению следствия, кражи денег, выделенных из государственного бюджета на развитие, обслуживание и функционирование парка «Патриот» продолжалось по крайней мере четыре года, вплоть до увольнения Павла Попова в середине июня. Он обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности. Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счёт парка «Патриот», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Генералу запаса предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», совершенное в составе группы либо в особо крупном размере, и расследованием его уголовного дела занимается Главное военное следственное управление ГВСУ Следственного комитета России. По результатам собранных доказательств и показаний свидетелей стало известно, что Попов использовал своих подчиненных для принуждения руководства фирм-подрядчиков парка «Патриот» выполнить строительно-монтажные работы в его собственных загородных апартаментах безвозмездно. После того, как особняк был построен и территория вокруг него была благоустроена, генерал продолжал финансировать его содержание за счет средств, выделенных парком Минобороны. Тлощадь усадьбы была весьма значительной – почти 3 гектара. Помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 миллионов рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела, добавила Петренко. 67-летний Павел Попов, согласно имеющимся данным, считался одним из самых близких к Сергею Шойгу людей в военном ведомстве, что подтверждается данными его биографии, которая до сих пор доступна на сайте Министерства обороны. Он родился в Красноярске и окончил Алматинское общевойсковое командное училище. После окончания учебы он служил в группе советских войск в Германии, пока в 1986 году не был переведен в Дальневосточный военный округ, где стал командиром мотострелкового батальона, а затем поступил в военную академию. После окончания Академии Попов попал на должность заместителя начальника гражданской обороны Среднеазиатского военного округа. Три года спустя, в 1993 году, когда Сергей Шойгу возглавил новый Государственный комитет России по делам ГОИЧС, который вскоре стал министерством, Павел Попов стал командиром 493-го отдельного механизированного полка ГО до 1996 года. Затем его повысили до первого заместителя начальника Восточно-Сибирского регионального центра МЧС России, а затем он возглавил эту структуру. В 1999 году Попов стал руководителем нового образования Сибирского регионального центра МЧС. Естественно, согласовывает назначение на такие ответственные посты лично министр, то есть Шойгу. И Попов не подвел своего шефа, отличившись в ликвидации последствий целого ряда ЧС, которые были на личном контроле главы государства. Это и несколько крупных авиакатастроф, включая падение аэробуса А310 в Кемеровской области, март 1994-го. Погибли все 75 человек, бывших на борту аэрофлотовского рейса Москва, Гонконг, транспортника ИЛ, 76 под Абаканом, а также обеспечение всем необходимым зоны ЧС в Ленске, наводнения в 2001-м, Читинской области, лесные пожары в 2003-м, на Алтае землетрясения в 2003-м и так далее, отмечает один из источников в военном ведомстве, объясняя, что эти успехи помогали ему успешно продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году Павла Попова перевели в Москву и назначили начальником Академии гражданской защиты МЧС России, где он проработал 4 года. Именно тогда он вошел в ближний круг Шойгу и стал его заместителем в МЧС на 5 лет с 2008 года. Когда Шойгу стал министром обороны, Попов почти немедленно перешел к нему в аналогичную должность заместителя главы военного ведомства. Попов, как и Цаликов, еще один выходец из МЧС, бывший первым замом Шойгу и в спасательном в министерстве, и в оборонном, пользовался безоговорочным доверием шефа, говорит один из источников. Кстати, Попов непосредственно участвовал в создании Национального центра управления обороной России и руководил ключевыми проектами ведомства через свои структурные подразделения Министерства обороны, научно-исследовательской и технологической поддержки передовых технологий, инновационных исследований, развития информационных и телекоммуникационных технологий, а также главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники. Он также стоял у истоков разработки концепции многоуровневой системы постоянно действующих центров управления обороной России, и за это в мае 2015 года Попов был удостоен государственной премии имени Жукова в области военной науки. Через полгода ему было присвоено звание генерал-армии. Однако, по информации от источников в спецслужбах, история с хищениями денег из бюджета парка «Патриот» – лишь часть проблемы. По их мнению, как куратор инновационного развития Министерства обороны, именно Павел Попов должен был вести и продвигать внедрение боевой беспилотной авиации – стратегически важного элемента, активно используемого на фронтах в Сирии и других конфликтных зонах. Денег на инновации, вопреки расхожему сегодня мнению, в том числе экспертным оценкам, государство не жалело, Вен и Укары, связанные с разработкой ППЛА, не только ударных, но и разведывательных, и прочих, вкладывались в колоссальные суммы. И в его задачу входило отбирать наиболее интересные идеи, а затем внедрять их в производство. Однако процесс шел со скрипом, в перспективы использования дронов, в их роль в будущих конфликтах долгое время не верили. Точнее, головами то кивали, а дальше – обсуждение, дискуссии и т.п. указывает собеседник первого русского. Только после начала спецопераций и реальных демонстраций значимой роли беспилотных летательных аппаратов в ней их стали воспринимать всерьез. Однако многие признали, что часть возможностей была упущена. Сам генерал армии косвенно признал это в интервью ведомственной газете «Красная звезда» Минобороны в декабре 2022 года. В настоящее время по решению комиссии Минобороны проводится 330 инициативных работ. При этом только с начала 2022 года было рассмотрено 96 инициативных разработок, 54 из которых были одобрены для внедрения, а 52 взяты на сопровождение. 120 инициативных работ завершены с положительным результатом и уже внедрены, часть из них успешно применяются, в том числе в условиях специальной военной операции. Например, из этих 120 завершенных инициативных работ 7 уже внедрены в интересах Главного командования воздушно-космических сил, 14 Главного командования военно-морского флота, 5 Командования воздушно-десантных войск и 94 в интересах иных органов военного управления. И он прямо говорил, что в условиях специальной военной операции потребовалось еще большее ускорение в вопросах принятия решений о целесообразности проведения инновационных разработок и внедрения их результатов. А делать это надо было намного раньше. Отбирать самые хорошие проекты и запускать их серийное производство. А у него успешно функционирует система. Где? С передовой вспомните, сколько жалоб было, считает собеседник Царьграда. Согласно его высказываниям, ответственность за неиспользованные возможности в области беспилотной авиации была передана Верховному главнокомандующему. Возможно, до начала специальной военной операции генерал армии Попов был занят ми-техническими вопросами о дронах. По данным Следственного комитета, он был увлечен обеспечением собственного комфорта. Согласно последней опубликованной декларации, за 2019 год додовой доход Павла Попова составлял 13,5 миллиона рублей. Он владел особняком под Москвой, где произошло его задержание, площадью 245,2 квадратных метров, оценочная стоимость более 100 миллионов рублей, большим хозяйственным строением, площадью 107,6 квадратных метров, на той же территории, а также 2,4 гектара земли. Он также владел квартирой в Красноярске, площадью 72,8 квадратных метров, двумя машиноместами, а также автомобилями Mercedes-Benz A200 2018 года выпуска и Volkswagen Tiguan, принадлежавшими его супруге. Но это ещё не всё. Генерал также владел просторной квартирой на Соколова-Мечерской улице с заво район Куркино, рядом с химками, стоимостью более 53 миллионов рублей. Однако большая часть его имущества была действительно распределена между родственниками. Павел Анатольевич в быту – человек жёсткий, все знали, что с ним не забалуешь. Чуть что, можно было лишиться погон. И полковники, и генералы с его планёрок выходили на мыленные. Но любил всегда играть роль добродушного дяденьки. К примеру, очень ему полюбилось участие в «Ёлке желаний», когда высокопоставленные чиновники исполняют желания детишек из разных регионов России. В январе нынешнего года, например, он подарил аэроходке и мальчишке из Яна, до этого поручил устроить экскурсию по парку Патриот другому ребёнку. С какого-то момента его за глаза стали называть Дед Мороз. Шутку вспоминает офицер из Минобороны. По информации Царьграда, ранее арестованный в рамках расследования по делу о хищениях в парке, Патриот – директор этого учреждения, отставной полковник Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров предоставили показания по делу Павла Попова. Он обвиняется в коррупции на сумму 30 миллионов рублей, часть которых, по утверждениям следствия, была передана генералу армии. Однако стоит отметить, что все эти обвинения – всего лишь малая часть общего объёма злоупотреблений. Согласно предварительной, неофициальной информации, полученный в ходе аудита, общий ущерб, нанесённый государству деятелями из Министерства обороны, составил 11 триллионов рублей. Для наглядности, это практически эквивалентно 3,5 тысяч новейших истребителей Су-57 по стоимости одного – 3,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу, более 10 миллионов ударных дронов, Ланцет, 3, несколько сотен миллионов FPV-дронов, а также другое военное оборудование, танки, зенитные ракетные системы, бронежилеты, артиллерийские установки и так далее. Другими словами, этой суммой можно было бы оснастить военное ведомство заново. На текущий момент остаются на своих должностях лишь три бывших заместителя Сергея Шойгу, начальник генерального штаба Валерий Герасимов, начальник главного военно-политического управления Виктор Горемыкин и Алексей Криворучко, ответственные за организацию военно-технического снабжения ВС России. Масштабный аудит военного ведомства, проводимый новым министром Андреем Белоусовым, продолжается. Однако на данный момент ключевым является пресечение и предотвращение хищений и нанесение вреда интересам государства в новом руководстве. Наша цель – победа. Однако с ворующими, которые думают только о своей выгоде, практически невозможно выиграть войну. Такие вот новости, дорогие друзья. А что об этом думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал и прожимать кнопку лайка на этом видео. Спасибо за просмотр!